Здравствуйте! Меня зовут Юрий Спасово-Коцкий, я тренер по бэдибилдингу. Я помогаю людям, которые тренируются у меня во всех странах мира со мной, через интернет, через программу Skype, пишу им программу, диету, и они улучшают свою фигуру уже в течение 2-3 месяцев, благодаря моей методике тренировок. И сейчас я хотел бы рассказать вам, как правильно питаться. Сейчас содержание жира в моем организме не более 8%. Это означает, что у меня видно пресс, и даже если не буду качать пресс часто, кубики пресса все равно хорошо видны. Но этого все хотят, поэтому всем интересно, что же есть. Вот что я сейчас ем, чтобы приобретать такую форму, сухую, рельефную? Вот у меня есть диетические хлебцы, их тут 6 штук. В каждом хлебце содержится 14 килокалорий и около 3 грамм углеводов. Вот можете посчитать сами, сколько углеводов я всегда. Почему так мало? Потому что в основном жир, прежде всего в жир превращается излишек углеводов. Значит, сокращение углеводов – это одна из основ хорошего пресса, хорошего рельефного телосложения. Что касается еще углеводов, могу сказать, что здесь очень много клетчатки в этих хлебцах. Это диетические хлебцы, они не содержат сахара, содержат много клетчатки. И еще передо мной салат, вы думаете, это тоже углеводы, но в принципе углеводы, то есть из сырых овощей плохо усваиваются. Многие даже не считают их вообще как источник углеводов, сырые овощи, потому что вот чем хорош салат, который вы видите у меня в мисочке из огурцов, помидоров, пекинской капусты, тем и немного оливкового масла. Салат хорош тем, что в основном здесь клетчатка, витамины, и можно съесть большое количество этого салата. Это даст мне чувство сытости, потому что у меня очень сильный аппетит сейчас. Даже чувство голода и слабости меня посвящает. Благодаря этому салату я заполню свой желудок, не буду чувствовать голод. Вот перед нами находится индейка, точнее грудка индейки. Можно сказать, что здесь около 200 граммов, то есть около 40 грамм белка. Именно столько белка рекомендуется съедать за один раз человеку, который занимается бодибилдингом, и не меньше. Все-таки я считаю 20-30 грамм белка для человека с мышечной массой 100 кг. И с процентом жира не более 8% это маловато. То есть 40 граммов как минимум надо съедать за раз, чтобы обеспечить. За 5 приемов пищи у вас получилось 200 грамм белка хотя бы в сутки. То есть я рекомендую на килограмм собственного веса в период сушки съедать не менее 2 грамм белка и не менее 1 грамма углеводов. Стараться углеводы полностью не исключать. Конечно, если мы полностью уберем углеводы из рациона, вы начнете вот в такой комбинации только салат и белки сушиться, худеть, сжигать жир эффективнее. Но может возникнуть состояние кетоза, то есть вы будете чувствовать себя плохо, слишком много кетонов будет в крови, вы будете чувствовать сильную слабость, привкус медной ручки во рту, изо рта будет запах ацетона. Это нездоровое состояние. Желательно периодически добавлять в рацион все-таки углеводы, чтобы нормализовать ваше состояние, вашего здоровья. Тогда эта сушка не будет проходить для вас вредно. То есть рекомендуется углеводная ротация, одни дни добавлять в рацион питание, немного риса, немного хлебцев, немного гречки, другие дни исключать. Таким образом вы высушитесь и сможете сохранить свое здоровье, не повредить себе и сохранить работоспособность. Плохо себя чувствуете, падает иммунитет, больше углеводов. Нужно играть, нужно циклировать, нужно обманывать свой организм. Улучшение своего организма построено на обмане всегда. Как с рабочими весами нужно циклировать, так и с вашим питанием. Смотрите, сколько я съедаю, это не так важно. Любому счету нужен индивидуальный подход. Можно съедать 300 г грудинки, можно съедать 100 г. В зависимости от того, насколько у вас период ориентирован больше на рост мышц, для нажигания жира размер порции должен меняться, так же как и количество углеводов в рационе. Больше углеводов белок будет лучше усваиваться, мышцы будут расти лучше. Меньше углеводов жир будет сжигаться лучше, но мышцы будут расти хуже, вы будете работать уже не на рост силовых показателей на тренировке, а на удержание. Таким образом вы видите в принципе меню типичный прием пищи, ориентированный более на сжигание жира и рельефность, чем на набор массы. Ну и конечно же имеет значение время дня. Если вы ближе к вечеру будете есть, углеводы желательно убрать. Ближе к утру углеводов больше, потому что углеводы имеют свойство то, что вы не потратили превращаться в жир, значит мы смотрим будучи тренировки или две тренировки, можно больше углеводов себе позволить. Логично. Опять-таки перед работой и в начале рабочего дня больше углеводов можно себе позволить. Ну и общая рекомендация есть не менее 5 раз в день, меньше никак. Это не только для занятия бодибилдингом, но это просто для здоровья. Любой гастроэнтеролог порекомендует есть не 2-3 раза в день, а 4-5 раз в день уменьшими порциями. Если вы хотите очень хорошую флору, вы должны питаться еще чаще, 5-6, даже 7-8 раз в день питаются бодибилдингом и стараются есть меньше порции. Это ускоряет их метаболизм. Чем больше порций приема пищи в день, тем больше жир разжигается, тем быстрее метаболические процессы. Ну и естественно белок лучше усваивается, когда ведите чаще. Соответственно, если вы более эндоморф, то есть таркотия склонна к полноте, вам надо питаться чаще, потому что это ускоряет метаболизм. Если у вас слишком быстрый метаболизм, вы эктоморф, надо питаться реже 4-5 раз в день, но порции больше, чтобы не так быстро сжигался, не так быстро работал метаболизм, жиросжигание и вообще обмен веществ был не таким быстрым, и чтобы мышцы лучше росли. Но меньше 5 раз в день все-таки не рекомендуется, даже если вы будете на массу. Ну, в общем-то, мы поговорили о еде, посмотрели, как можно варьировать прием той же клетчатки. Чем больше порция салата, тем больше вы боретесь, контролируете свой аппетит, тем меньше вы можете съесть этой индейки. Почему так много салата? Потому что я сейчас очень голодный, я могу съесть и килограмм индейки. Переизбыток белка – это тоже переизбыток калорий, вы не разжиреете от грудинки, от грудки, но вы можете остановить процесс жиросжигания. Поэтому салат позволяет вам контролировать свой голод. Переев салата, вы точно не остановите процесс жиросжигания. Надо очень много салатов съесть. Поэтому пока что увеличивается количество клетчатки по мере уменьшения порции углеводов и белка на сушке. Ну, в общем-то, основные принципы, о них можно часами говорить. И хотелось бы также сказать, что салат вы можете есть, но если вы будете есть очень много салата, есть риск обострения гастрита или возникновения каких-то заболеваний желудка. Чтобы ваша диета, наоборот, лечила вам заболевания желудка, улучшало ваше здоровье, рекомендуется, если вы чувствуете симптомы тяжести в желудке, какой-то дискомфорт, прижога вместо салата периодически есть припущенные овощи, то есть мы эти овощи должны припускать, припушивать слегка. Ну, конечно, без жира. И, в свою очередь, вместо белокочанной капусты используйте пекинскую капусту. Она более щадящим образом действует. Легче для пищеварительной системы, вам легче будет переваривать. Спасибо. Было очень приятно вас увидеть. Я надеюсь, мои советы вам помогут. И для меня это будет очень большая радость. Обязательно посещайте мой сайт, мою группу ВКонтакте. И, конечно же, я хочу попросить вас делиться в моей группе ВКонтакте, и было радо вас увидеть. Ваш тренер Юлий Спасапуповский. Вот таким, как я и должен стать, и даже лучше. Редактор субтитров А.Семкин